И рада приветствовать вас, уважаемые телезрители, в эфире программа «Живой Бог» и с вами я, ее ведущая, Валерия Полтратская. Сегодня многих людей волнует один насущный вопрос – как прожить жизнь так, чтобы было что вспомнить в старости? Одни считают, что нужно заработать побольше денег, другие уверены, что нужно вдоволь нагуляться, а третьи говорят, что главное – сделать побольше глупостей. Вариантов много, но выбор есть у каждого. Однако наш герой уверен, что все вышеперечисленное не принесет радости ни в годы яркой молодости, ни во времена седой старости. О том, что же подарит настоящее и наивысшее счастье, мы сможем узнать сегодня в выпуске программы «Живой Бог». А пока знакомство с гостем. Вячеслав Остапенко родился 9 февраля 1985 года в городе Винница, Украина. Высшее образование получил в Винницком национальном техническом университете по специальности компьютерные системы, а также менеджмент и организация. Одно время работал в типографии и переводчиком английского языка. Сейчас на профессиональном уровне увлекается фотографией. У Вячеслава есть жена Юлия и дочь Ева. Любит семью и активный отдых. Не любит перец, лук и редис. Боится потерять близкого человека. Всегда веселый. Никогда не разочаровывается. Стремится быть хорошим отцом. Главная цель жизни – хорошо прожить жизнь и ни о чем не жалеть. Здравствуйте, Вячеслав. Я рада приветствовать вас в нашей студии. Спасибо, что нашли время и пришли к нам сегодня. Спасибо вам большое за приглашение. Приятно быть здесь с вами. Вячеслав, я знаю, вы занимаетесь фотографией, верно? Да. Расскажите, пожалуйста, с чего началось ваше творчество? Это увлечение началось еще со школьных годов, когда еще пользовались зенитами, пленкой. С тех пор мне фотография очень понравилась, поэтому так и продолжаю заниматься до сих пор. А вот что в основном снимаете? Сначала начинал фотографировать природу, потом людей на природе, потом больше из людей мне нравятся дети. Поэтому сейчас больше фотографируем детей. Хорошо. Смотрите, а если вам предложат провести фотосессию в стиле ню, это когда модель позирует в обнаженном виде. Вы согласитесь на нее? Нет. А почему не согласитесь? Ну, есть множество фотографов других, которые этим занимаются. Раз. Это раз. Во-вторых, я этим не занимаюсь. Не занимаюсь, потому что это противоречит моим внутренним принципам. Когда на эту фотографию будут смотреть другие мужчины, когда я буду смотреть на обнаженную модель, у меня, как у мужчины, будут возникать те желания, которые христианину не подобают. Ну, хорошо, но ведь это неплохой заработок, да? А если модель скажет, что эту фотографию никто, кроме нее, не увидит? Опять же, есть другие фотографы. Я порекомендую, пойдите где-то в другое место. Я просто этим не занимаюсь. Вопрос не только в ней, вопрос во мне. Проблема не столько в ней, сколько во мне. Хорошо. Вячеслав, скажите, а вот деньги, какое место в вашей жизни занимают? Ну, они занимают определенную роль в жизни, потому что нужно что-то кушать, одеваться, жить за что-то. Но они занимают не первостепенную роль. Я не готов на все ради денег. Ну, смотрите, одни говорят, что счастье не в деньгах. Другие же, наоборот, кричат, что деньги – это первое и наивысшее счастье, которое есть у людей. Вот в какой группе вы себя отнесете, к первой или ко второй? Скорее всего, ни к первой, ни ко второй. Ну, счастье без денег в современном мире – это нужно быть полностью изолированным. Если ты живешь в этом обществе, нужно, опять же, что-то кушать, во что-то одеваться, за что-то жить. Поэтому деньги, они играют свою роль. Но деньги играют не первостепенную роль. Деньги – это не самоцель. Это средство, которое помогает нам жить. Ну, смотрите, вы говорите такие правильные вещи, а вот сами вы себя идеальным человеком считаете? Конечно, нет. А вот каким должен быть идеальный человек, с вашей точки зрения? Ну, с моей точки зрения, человек идеальный – это человек принципа, у которого есть очень четкие принципы в жизни, правила, которые он никогда, ни при каких обстоятельствах не нарушает. Кто был таким человеком? Я считаю, что таким человеком был Христос. Ну, вот вы вообще хотите на него равняться? Конечно. Вы всегда к этому стремились? Или когда-то вот в годы молодости, детства, подросткового возраста вы были немножко с другим мировоззрением? Ну, человек всегда к чему-то стремится и к какому-то совершенству я всегда стремился, но идеалы были другие. То есть тот, на кого равняешься, на кого хочешь быть похож, вот это меняется. И вот в своей жизни я, конечно, стремился быть лучше, в своей жизни я стремился быть в чем-то красивее, в чем-то умнее, в чем-то сильнее. Вот, но поменялись идеалы, поменялись ценности. Хорошо, давайте вот немножко посмотрим на ваше детство. Каким вы росли ребенком, помните? Очень активным, очень веселым, чересчур активным. Учителя этого недолюбливали, я не мог сидеть на одном месте. Постоянно был с друзьями, постоянно гулял, постоянно бегали. Дома меня было не застать. А какие приоритеты у вас были? Что на первом месте тогда? Тогда дружба была на первом месте, верность, никогда я никого не сдам, не предам. Вот это было для меня самым главным. А как вас воспитывали родители? Какие ценности они вам прививали? Родители хорошо воспитывали, они давали все самое лучшее, они любили. Они работали, поэтому большую часть времени я был свободен, мог гулять. И поэтому другую сторону воспитания сыграла, так сказать, улица. И те ценности, которые там даются, они немножко расходились с теми ценностями, которые давались в семье или закладывались. Но это вообще родителей вы слушали? Ну, как любой ребенок слушал родителей. Когда-то слушал, когда-то не слушал. Когда-то им приходилось прибегать к другим методам воспитания. Вот вы говорите, что на улице вам прибивали не очень хорошие ценности. Что именно вам там прибили и что вам не нравилось? Или не нравится на сегодняшний день, вспоминая те времена? Ну, у меня был старший брат. И всегда я любил дружить с какими-то ребятами постарше. Ребята постарше в 13-14 лет начинают пробовать те вещи, которые, ну, свойственны взрослым людям. Пить, курить, ну, что-то еще такое запрещенное для детей. И чтобы не показаться маленьким, я тоже как бы вынужден был это делать, вынужден был это пробовать. Ну, вот, а что плохого в этом? На сегодняшний день большинство населения планеты курит, употребляет алкоголь и не считают это плохими вещами? Ну, тут на самом деле вопрос не что плохого, а вопрос в том, что хорошего. В свое время я задался вопросом, а зачем я это делаю? Я не мог найти ни одной из здоровой или разумной причины, зачем это делать. Зачем курить? Разумная причина – это когда будешь сильнее, здоровее, умнее, богаче. Но когда мы рассматриваем алкоголь или курение, все в минус. Ты не только не сильнее, ты слабее, ты не только не умнее, ты глупее, ты не только некрасивее, а наоборот ты становишься некрасивым. Все в минус, в минус, в минус. И плюс это еще забирает твои деньги. Ну, вот у ваших родителей были вредные привычки? Ну, мои родители никогда не курили. Когда-то в детстве, я помню, что они употребляли алкоголь, но это было не систематически. Это было где-то, когда-то на день рождения. Я их пьяным, я их не помню. Ну, вот смотрите, говорят, что родители должны воспитывать детей на своем примере. То есть они должны показывать, как жить. Получается, что раз вы не следовали их примеру, не вели здоровый образ жизни, они вас не очень хорошо воспитывали? Нет, родители воспитывали хорошо. Тут важно понимать, что какие бы ни были родители, все равно за ребенком остается право выбора. Особенно, когда наступает 13, 15, 17 лет, ты уже выбираешь сам. Может быть, самая хорошая семья, а дети могут вырасти даже наркоманами. Может быть, наоборот, родители алкоголики, а ребенок для себя, вот смотря на них, для себя поставил цель, я так делать в жизни не буду. Ну, а вот почему так происходит? Это тяжело объяснить. Тут ученые не могут дать ответ на этот вопрос. Это зависит от многих факторов. Но в первую очередь это зависит от самого человека. Решение все-таки в конце концов принимаю я. Никто меня не заставляет, не понуждает. Я принимаю это решение. Я должен за него нести ответственность. Ну, вот хорошо, на тот момент, да, когда вам было 14 лет раньше, там 12, вас устраивала та жизнь? Вам нравилось общаться с теми людьми, вредные привычки? Если бы не нравилось или не устраивалось, я бы так не жил. То есть, ну, мы сами строим свою жизнь, мы сами ею распоряжаемся, мы сами... Была такая передача когда-то «Сам себе режиссер». Вот, мы сами режиссеры своей жизни, мы ее складываем. Хорошо, Вячеслав, что же тогда заставило вас поставить по-другому приоритеты и поменять свою жизнь? Ну, когда мне было 14 лет, я вот так внезапно случился какой-то приступ со мной. Позже выяснилось, что это аппендицит, но долго врачи не могли дать ответ на вопрос, что со мной происходит. Так как оно время затянулось, аппендицит в лоб, гной начал растекаться по всей черной полости. И когда меня уже должны были оперировать, врач сказал такую фразу, что мы его сейчас не будем оперировать, что он может не выдержать. Вот, и тогда я увидел, запаниковала мама, и тогда я увидел, что врачи тоже так неспокойно себя ведут. И тогда я... Я, конечно, даже не думал о том, что я могу умереть, но все-таки какая-то мысль закрадывалась, что ты не вечный. Вячеслав, спасибо вам большое. Давайте о том, как изменилась ваша жизнь, мы узнаем после короткой рекламы. Спасибо. Уважаемые телезрители, через минуту мы вернемся в нашу студию и продолжим беседу с Вячеславом. Вы узнаете, в каком русле стала развиваться жизнь Вячеслава дальше. Оставайтесь с нами. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что вы смотрите программу «Живой Бог». У нас в гостях Вячеслав Остапенко, и мы продолжаем нашу беседу. Вячеслав, расскажите, пожалуйста, какие действия вы стали предпринимать? Что стали делать? Вы видели, что паникуют врачи, что паникуют родители. Что чувствовали вы тогда? Я помню, как в тот момент я просто попросил маму, просто сказал, мам, ты молись за меня. Дело в том, что моя мама уже давно ходила в церковь, она меня приглашала, она меня брала с собой. Я приходил, но это было религия моей мамы. Она в это верила. Я где-то когда-то, когда было плохо, я тоже обращался к Богу, но Бог не был центром моей жизни. И в тот момент я понял, что ситуация выходит из-под контроля людей. И я ничего не могу сделать. Врачи как-то так очень неуверенно дали большой список медикаментов и сказали, у нас ничего нету, пока вы этого не привезете, мы не можем начинать операцию. Это было полседьмого утра. Найти эти медикаменты не так легко. Тогда дежурных аптек было там одна-две на город. Будет ли там эти медикаменты, неизвестно. То есть вот так вот как-то ситуация вышла из-под человеческого контроля. Ну а почему вы решили, что она вышла? Врачи обычно не хотят показывать пациенту, что они начинают паниковать. Да, они дали список. Они не хотят показывать, что они паникуют, но я это увидел. То есть если бы они этого не показали, я был бы спокоен. Ну мама паникует, ну это понятно, она мама, она переживает. Но когда я увидел, и когда врач сказал, что надо уже делать, но сейчас нельзя, потому что он может уже не выдержать, потому что целую ночь этот гной растекался, и мое состояние физическое уже было не самым лучшим. Вот тогда я просто понял, что я же не знаю, как люди умирают. Я этого никогда не переживал, я никогда не умирал. Вам казалось, что вы уже умираете? Мне, я даже не хотел допускать такой мысли, но вот какое-то такое сомнение какое-то закрадывается. Если бы там когда-то раньше умирал, то я сказал бы, вот так люди умирают, но со мной это никогда не было. И все думают, что я никогда не умру, а все умирают. Поэтому как это произойдет, не произойдет, конечно, я надеялся на лучшее. Но в тот момент я понял, что просто есть вещи, которые от нас не зависят. Есть кто-то выше, есть Бог. И все-таки жить жизнью своей, Бог там, а я здесь, и ты меня не трогай, я тебя не буду трогать, это не совсем правильно. Вячеслав, скажите, пожалуйста, а осознание того, что нужно валиться, что нужно верить в Бога, пришло само собой? Ну почему-то мы люди так устроены, что когда какая-то такая плохая ситуация, когда ты уже не можешь на нее повлиять, то тогда мы ищем помощи у Бога. Вот такие мы люди, вот такой я человек. А вот вы вообще задумывались, почему Бог допускает такие проблемы в жизни людей? Для чего? Я бы не стал винить в этом Бога. И когда мы читаем Библию, когда рассматриваем историю, как начиналось все, когда мы видим, какой был Божий план, то мы видим, что Бог желал самого лучшего. Когда все было по Божьему плану, это называлось рай. Тогда, когда человек вмешался, и когда вошел грех на землю, тогда оно пошло уже не по Божьему плану. Поэтому винить Бога, что это Он допускает, или Он посылает, или Он дает, это все равно, что как ребенку говоришь, не лезь туда, не лезь туда, не лезь туда. И он все-таки пошел, упал, набил шишку. Почему родители допустили? Винить родителей в этом случае я бы не стал. Поэтому я ни в коем случае не виню Бога за то, что случилось. Ну, то есть вы считаете, что Бог просто вас так наказал, да? Или Он хотел вас на верный путь вывести в подобной ситуации? Почему так это было? Нет, Бог не наказывает. Бог, по крайней мере, в той ситуации, я не вижу это как наказание Божье. Это, ну, есть определенные вещи в этом мире, которые происходят. Есть определенные, так сказать, законы. Если человек вышел на девятый этаж, встал перед пропастью, сделал шаг вперед, это не Бог наказал. Это есть выбор человека, есть определенные законы физики, которые действуют. И если бы не действовали, мы бы не жили. Ну, хорошо. Если вы говорите, человек выходит на балкон девятого этажа, это его выбор. Но у вас в этой ситуации какой же вы выбор сделали? Что вы хотели, чтобы у вас была эта болезнь? Ну, есть вещи, на которые мы влияем непосредственно, непосредственно мой выбор. Есть вещи, на которые мы влияем как человечество. Вот построили атомную станцию, она взорвалась. Разве Бог в этом виноват? То есть, есть вещи, ну, и не я же ее строил, хотя, возможно, эффект отразился на мне лично. Поэтому есть вещи, которые непосредственно от нас зависят, есть вещи, которые зависят от нас в каком-то там косвенно, скажем так. Вот скажите, со всеми просьбами нужно обращаться к Богу? Или же, даже если взять с медицинской точки зрения, да, сегодня есть очень много квалифицированных специалистов, которые могут помочь, в принципе, без Бога. Причем здесь Бог? С одной стороны, да. Кажется, что можно заболел, взял таблетку, лекарства, их много сейчас есть. Но хотел бы обратить внимание, если мы говорим о депрессии, то с каждым годом людей с депрессией больше, врачей, которые борются с депрессией, больше, а вопрос депрессии не решается. Если мы говорим о других заболеваниях, заболеваний становится больше, медикаментов больше, они вроде бы более эффективны, но проблема не решается. Поэтому сразу же ли идти к Богу? Конечно, да. Помолиться, спросить, почему так. Каждое заболевание, оно имеет свою причину. На сегодняшний день большинство медикаментов направлено на то, чтобы не с причиной бороться, а уже с последствиями. Поэтому та же депрессия, есть определенные причины депрессии. И любое заболевание есть причины. Мы хотим, взял таблеточку и все пропало. Любые симптомы. Болит зуб? Взял таблеточку и не болит. А почему он болит? Вот нужно с этим бороться. Хорошо, Вячеслав, давайте вернемся к вашему опыту. У вас был аппендицит, вы начали молиться. Как стала развиваться ваша жизнь дальше? Что было с вашим здоровьем? Ну, здоровье поправилось со временем. Тут вопрос не столько в аппендиците, не столько в физическом здоровье, сколько в том, что изменилось в мышлении. Операцию вам провели удачно, да? Да, успешно. Прошла, нелегко было восстанавливаться после операции, больше, чем обычно. Но в конце концов все закончилось успешно. Но все-таки, вот где вы там увидели Бога? Ведь на сегодняшний день врачи очень квалифицированы. Делают сложнейшие операции по нейрохирургии, онкологии и так далее. Ну, они сильны сегодня? Возможно, другой человек бы этого не заметил. Это то, как Бог ведет в жизни. Наступает вот такой какой-то переломный момент, когда ты понимаешь, что надеяться больше не на кого. И когда надеешься на Бога, и Он не подводит. Возможно, кто-то просто скептически посмотрит на это, скажет, что да нет, да нету там никого Бога, был квалифицированный врач, это просто аппендицит, это даже не нейрохирургия или кардиология. Я увидел Бога. Поэтому и моя жизнь изменилась. Вот сколько лет вам тогда было? 14 лет. А каким образом вы его увидели? Ну, в 14 лет, что вы могли еще осознавать? Тем более, что вы говорите, до этого случая вы с Богом вообще не общались, не поддерживали психотерапию. Вы явно недооцениваете 14-летних мальчиков или девочек. На самом деле, человек уже развитый, человек думает, человек принимает решения, человек может анализировать, понимать. По крайней мере, я принимал какие-то решения, я отвечал за них, я мог нести ответственность, я много чего понимал. Ну, мне кажется, чтобы принять какое-то решение, да, даже в 14 лет, нужно знать какую-то определенную информацию. Вы о Боге ничего не знали. Как вы его приняли? Нет, я о Боге знал. О Боге знал, я читал Библию. Опять же, я говорил о том, что мама моя ходила в церковь, она рассказывала, я ходил. Но это не было мое, я этим не жил. Это было отдельно, я себе отдельно. Это была, возможно, какая-то наука, которая сама по себе, я сам по себе. Но теперь я понял, что Бог, это не просто Он там, а я здесь. Я не могу жить без Бога. Бог дал нам жизнь. Бог дает жизни смысл. Вот в тот момент просто чего-то такого сверхординарного не произошло. Я не услышал голос неба. Я не увидел какую-то надпись на стене огненную. Никто ничего не увидел. Но для себя у меня произошел какой-то перелом в мышлении. Вот какой-то момент, который полностью переворачивает мировоззрение, переворачивает ценности в жизни. Вот это у меня произошло. Вот с того момента, когда у вас наступил этот перелом, как вы стали развивать отношения с Богом? Я больше читал, молился, больше читал именно Библию. Вам это нравилось делать? Да, теперь я в этом находил какое-то наслаждение, находил в этом смысл. Я понимал, что эти слова, это не просто красивые слова, эти слова, они относятся к моей личной жизни. А вы кому-то рассказывали, что вы стали человеком верующим? Кому-то рассказывал напрямую, кому-то я об этом не говорил, но это просто было видно из моей жизни. Ну а друзья, сверстники, как стали вас воспринимать? Друзьям, тем, кто это мог воспринять, я это сразу говорил. Тем, кто это, я видел, что он не воспримет, я этого не говорил, но все равно они это увидели в моей жизни. Дело в том, что жизнь меняется. Когда ты изучаешь Библию, когда ты читаешь, когда ты желаешь жить по этим принципам, жизнь меняется. А что вы поменяли в своей жизни? Поменялись определенные интересы. Тогда, когда все бежали там за гаражи где-то курить, мне это уже было неинтересно. Тогда, когда был какой-то день рождения, все собирались вместе выпить, я просто не пил. И тогда люди задают абсолютно логичный вопрос, а почему ты не пьешь? Вячеслав, а вот будучи уже в тесных отношениях с Господом, вот в глубине души, у вас возникало желание пойти с друзьями, погулять? Вот раньше вы употребляли алкоголь, курили. Хотелось этого? Может быть, чуть-чуть? Когда ты в тесных отношениях с Господом, у тебя меняются просто цели, приоритеты, желания меняются. И не то, чтобы вот было такое. Другой раз с друзьями идем, они говорят, идем с нами пиво попьем. Я говорю, я не пью. А, мы забыли, тебе же нельзя. Я всегда смеялся с такого ответа. Мне можно. Апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Делай, что хочешь. Бог дает рекомендации, как лучше для тебя же самого. И поэтому, осознавая, понимая это, я просто теперь не понимал смысла, а зачем это делать. И когда один раз был такой случай, на день рождения у моего лучшего друга, он был неверующий, и мы собрались, и все одноклассники собрались, говорят, давай, Слайк, ну выпей. Ну выпей, ну давай, ну выпей, ну выпей. И так начали давить на меня. Я помню, сказал такую фразу, вот назовите одну причину разумную, зачем выпить, я выпью. И так все замолкли, начали думать. И тут одна одноклассница говорит, будь веселее. Я говорю, ну давай, полчаса сейчас пройдет, если будет веселее, я выпью. И тогда прошло полчаса, все ребята были уже изрядно пьяные. Кто-то начал про Сталина, кто-то про Вторую мировую войну. Я посмотрел на эту Олю, она сидела так сама. Я говорю, ну что, Оль, весело. То есть просто меняются цели, меняются желания. И поэтому желания не возникало выпить. Хорошо, Вячеслав, скажите, пожалуйста, какими принципами вы руководствуетесь на сегодняшний день? Ну стараюсь руководствоваться, я не скажу, что у меня всегда это получается, но все-таки теперь для меня идеалом стала Библия, стала Слово Божье, стал сам Христос. Вячеслав, вот Богу вы служите и отдаете себя всецело Ему. А Его помощь чувствуете? Конечно. А каким образом он помогает? Знаете, как-то один раз атеист подошел к верующему человеку и говорит, покажи мне Бога. Где он? Покажи его. На что верующий ответил, говорит, я тебе дам 200 гривен или доллар, если ты покажешь, где его нет. Божья рука, она видна в повседневной жизни. Ее можно замечать, можно не замечать. Я это вижу. А вот как научиться видеть и замечать? Во-первых, мы должны понимать, что то, что мы живы, вот где вы взяли свою жизнь, где вы ее купили, или кто-то продал. Сам факт, что мы живы, это дар Божий. И то, что я сегодня жив, это тоже дар Божий. Мы над этим, мы можем себе жизнь сократить, мы можем ее забрать, но мы не можем дать жизнь. И в Библии однажды описывается история о том, как дьявол искушал Бога и пришел и говорит, что я обошел всю землю, мол, там все мое. И Бог говорит, а видел ли ты человека Иова, который непорочен, который богобоязнен? И тогда дьявол говорит, что, ну, конечно, он богобоязнен, потому что ты его благословляешь, а ты только забери руку, увидишь, он тебя проклянет. Что Бог сказал, что я тебе разрешаю, но только его не убей. И тогда дьявол забрал полностью все, что было у Иова. У него погибло 10 детей, у него было множество имущества в виде скота, разные утвари, все пропало, все исчезло, все материальное, все исчезло. Но и тогда Иова не проклинал Бога. Но опять же таки напрашивается вопрос, что Бог такой жестокий? Почему он разрешил дьявол убить 10 человек, 10 детей? И эта история как раз показывает, кто есть кто. Как только Бог вот держал руку над Иовом, и у Иова все было отлично. Тогда, когда Бог обвинил, или сатана обвинил Бога, что Иов, тебе послушаем, что ты руку над ним держишь. И тогда Бог говорит, хорошо, я заберу руку. То есть это не Бог убил, это сатана убил. Но Бог же допустил. Бог допустил. В истории с Иовом нам нужно ее смотреть не только в контексте вот самого Иова. Нам нужно вот камеру перенести снизу, перенести ее вверх. Там на самом деле не один главный герой, там на самом деле три главных героя. И эта история библейская показывает, кто есть кто. Потом дьявол подходит к Богу и говорит, что ну да, Иов-то послушен, потому что мы Его не коснулись. А коснись Его лично, Он сразу же будет хулить тебя. И тогда Бог разрешает, можешь Его коснуться, только не убей. И как только Бог забирает руку с Иовом, мы опять же видим, что с Иовом происходит. Библия говорит, Он был покрыт проказую лютую от подошвы на ногах до теми на головы. И сел Иов и начал скоблить, просто с себя живое мясо сошкрябывать. Вот что сделал сатана с Иовом, когда Бог разрешил. Тот факт, что сегодня мы с вами ходим живы, мы лучше, чем Иов, это говорит о том, что над нами Божья рука. Поэтому, когда читаешь эту историю, где Бог? Да вот Он, Он здесь, сейчас Он заботится, Он переживает, Он дает нам здоровье. Если бы Бога не было, мы сразу видим, что делает сатана. Он сразу всех убил, кого нельзя было убивать, Он поразил такую проказу, что человек, друзья к нему пришли, они сидели, неделю друг на друга смотрели, слова не говорили. Поэтому, где Бог? Да вот Он Бог. И вас такие истории вдохновляют, да? Конечно, вдохновляют. Это просто показывает, что Бог реален, и Он беспокоится. И даже тогда, когда мы в Него не верим, когда мы Его не слушаем, тогда, когда кто-то даже говорит, где Бог? Пускай Он меня поразит. Бог любит. Из Библии мы видим, что Бог, Он действительно как Отец. И даже тогда, когда ребенок может кричать, у меня нету Папы, Он мне не нужен, все равно Папа заботится, Папа покупает штанишки, покупает, чтобы было что кушать, даже тогда, когда ребенок себя ведет таким образом. Вячеслав, спасибо вам большое за разговор. Очень приятно с вами общаться, но, к сожалению, время нашей программы подходит к своему завершению. Спасибо вам большое. Что бы вы могли пожелать нашим зрителям в конце? Самое главное, что я мог бы пожелать, это не в старости, не в позднем возрасте, а как можно раньше. Приходите к Богу. Жизнь лучше. В молодом возрасте быть с Богом намного лучше, чем мне быть с Богом в молодом возрасте. Спасибо вам большое. Я же, в свою очередь, хочу вам пожелать обильных Божьих благословений, чтобы Бог всегда был рядом с вами и вы его никогда не оставляли. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Уважаемые телезрители, а наша программа подошла к своему завершению. Я с вами прощаюсь. До следующей встречи в эфире. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»